Если вы автор на iStockFoto и загружаете снимки, видео или иллюстрации на iStockFoto, тогда программа DeepMeta поможет вам улучшить рабочий процесс. В этом коротком видеоролике я расскажу, как загружать и просматривать статистику при помощи программы DeepMeta. Для начала установите программу DeepMeta, если вы этого еще не сделали. Пройдите на официальный сайт DeepMeta, нажмите на кнопку «Загрузить», а затем выберите кнопку, которая соответствует вашей операционной системе. Программа DeepMeta доступна для систем Mac и Windows. Мы сделаем этот ролик в системе Windows. Дождитесь завершения загрузки, после чего нажмите на ссылку и запустите установщик. Просто нажимайте на кнопки по умолчанию, чтобы завершить установку. На этом этапе появится всплывающее окно. Важно выбрать «Да», чтобы разрешить доступ программы DeepMeta к интернету. Установка завершена и программа DeepMeta запускается автоматически. Вот и все. В первый раз, когда вы запускаете программу DeepMeta появляется окно с настройками. Мы кратко обсудим наиболее важные поля в этом окне и наиболее важное поле – это поле для ввода учетных данных ASP. Все, что вы должны здесь ввести – это тот же логин и пароль, который вы используете для входа на сайт ASP Getty Images. Введите ваши данные и нажмите на кнопку «Подтвердить», чтобы посмотреть, правильно ли мы все ввели. Следующие два поля для ввода учетных данных – iStalk и Getty Images – не являются обязательными. Учетные данные iStalk соответствуют вашему логину и паролю для входа на веб-сайт iStalk Photo. А учетные данные Getty Images – для входа на сайт Getty Images. Если у вас есть там логин, вы можете при желании ввести его. И это даст разрешение программе DeepMeta получать дополнительную информацию с этих сайтов, например, доски. В следующем разделе вы можете выбрать страну по умолчанию в качестве страны ваших снимков. Это может ускорить загрузку. Регион загрузки – это регион сервера, который будет использоваться для загрузки ваших изображений. Поэтому выбирайте такое месторасположение, которое будет ближе к тому месту, откуда вы делаете загрузку файлов. Язык ключевых слов определяет, на каком языке вы будете вводить ключевые слова. Если вы намерены указывать ключевые слова на русском языке или на любом другом языке, тогда вам следует выбрать именно этот язык. Если вы намерены указывать ключевые слова на английском языке, тогда вам следует выбрать английский. Это очень важный параметр, иначе ваши ключевые слова не будут распознаны. Язык пользователя Dibmeta. У нас установлен русский. Мы могли бы выбрать другой язык, но оставим на русском языке. Это были самые важные настройки. Также есть дополнительные настройки и настройки обновлений программы. Но мы не будем обсуждать их сейчас. Нажмите «Ок» и теперь вы готовы к работе. На этом этапе вы видите, что все разделы Dibmeta совершенно пустые. Мы могли бы начать загрузку новых файлов прямо сейчас. Но Dibmeta также обладает огромными возможностями для синхронизации всего вашего портфолио. Это находится в разделе «Синхронизация». Это означает, что каждый отдельный файл, который вы когда-либо загружали, может быть получен в локальную базу данных Dibmeta вместе с заголовком, ключевыми словами и даже информацией о продаже. Для этой синхронизации мы оставим активными опции «Вызвать портфели доступность» и «Получить роялти-статистику». Давайте начнем синхронизацию. Поскольку мы это делаем в первый раз, для синхронизации всей информации может потребоваться некоторое время. После этого информация сохраняется локально и ее больше не нужно загружать. Начнем сейчас. Как только синхронизация началась, первым делом Dibmeta связывается с сервером Getty ASP для получения всех ваших снимков, иллюстраций и видео, которые были загружены через систему ASP. Это все файлы, которые вы загружали, начиная с февраля 2017 года, после перехода к системе ASP. Поскольку мы также поставили галочку, что хотим импортировать всю портфолио, Dibmeta свяжется с отдельными сайтами iStockphoto и Getty Images, и вы получите остальную часть портфолио оттуда. Это все файлы, которые были загружены до перехода на ASP систему, то есть до февраля 2017 года. Мы также отметили поле для получения отчетов о роялти и информации о продажах. Поскольку это делаем впервые, Dibmeta наверстает упущенные и получит все доступные отчеты о роялти, в данном случае их 27. 20-го числа каждого месяца новые отчеты о роялти публикуются в Getty Images. Если у вас включена данная опция, тогда после синхронизации Dibmeta обнаружит это и автоматически будет загружать новые отчеты и покажет вам все индивидуальные продажи, которые у вас были месяц назад. Закрываем Dibmeta и сделаем новую синхронизацию через один день, где будут загружены только изменения, которые произошли с предыдущего раза. И вы увидите, что все будет происходить намного быстрее. Прошел один день. Когда мы запускаем Dibmeta, переходим прямо к странице синхронизации и мы снимаем галочку с опции «Вызвать портфель и доступность», которая нам больше не нужна. Предварительный просмотр с правой стороны. Можно его сделать немного шире, чтобы улучшить вид. Показывает текущую ситуацию. Первый раздел предварительного просмотра показывает файлы, ожидающие проверки. Как мы видим, 6 часов назад у нас было две загрузки, из которых второй файл мы назначили для включения в S++ коллекцию. Последние проверки мы видим во второй части предварительного просмотра. Мы видим, что многие снимки были приняты, а это изображение нуждается в обработке. В следующей части представлены последние просмотры наших файлов. Это означает, что верхние файлы в этом списке были недавно просмотрены потенциальными клиентами. Следующая часть показывает последнюю активность, где потенциальный клиент поместил эти снимки на доску в коллекции и означает, что он может рассмотреть их для будущей покупки. Вернемся к первой части и выполним синхронизацию. Как вы видите, все происходит довольно быстро. И мы также видим, что ни один из файлов, которые мы загрузили за день до этого, не ожидает загрузки. Так что надеемся на лучшее. Давайте посмотрим на вторую часть, где мы видим, что те два файла были приняты. И очень здорово. Мы видим, что S плюс номинация этого файла не была принята. Ну что ж, всех не победить. Все в порядке. Теперь наше портфолио загружено в DeepMeta. Давайте посмотрим на пользовательский интерфейс. В верхней части находится главная панель инструментов с рядом важных кнопок, а также поле для поиска и главное меню. Слева мы можем выбрать, какой раздел является активным. И, как и во многих других частях пользовательского интерфейса DeepMeta, мы можем настроить размеры всех деталей по желанию. Сначала раздел «Батчи». Большинство этих батчей были созданы после перехода к системе ASP, а все файлы, которые были загружены до перехода к ASP и не имеют батчи, были помещены в так называемые портфолио батчи, то есть локальные батчи, которые содержат все файлы нашего портфолио, загруженные до перехода к системе ASP. Следующий раздел «Файлы», он показывает все файлы в нашем портфолио. В окне предварительного просмотра справа мы видим уменьшенное изображение, а также заголовок и некоторую дополнительную информацию, указанные ключевые слова и в какой коллекции находится файл. Следующий раздел – это разрешения для моделей. На данный момент у нас их нет, но мы добавим их через несколько минут, когда сделаем нашу первую загрузку файла. Проверки наших файлов, выполненные инспекторами с примечаниями и т.д. В следующем разделе показаны все отдельные ключевые слова, которые используются во всем нашем портфолио. Мы можем, например, отсортировать их по номеру файла, в котором использовалось ключевое слово. Например, если мы посмотрим на ключевое слово «Europe», мы видим, что мы использовали это слово в 341 файле, и за эти файлы получена эта сумма и т.д. Итак, вы можете здесь изучить все более подробно относительно ваших будущих снимков. Следующий раздел – это доски. Мы не будем подробно рассматривать этот пункт сейчас, но это новая функция, которая позволяет программе DeepMeta загружать доски, то есть коллекции, которые вы можете создавать на сайте iStock или GetImages. Вы можете добавить несколько файлов на доски. И когда DeepMeta загрузит эту информацию, она покажет вам общую статистику этих досок. Раздел «Синхронизация» мы уже знаем, мы его рассмотрели. Раздел «Загрузка» позволяет выбрать, какие файлы вы будете эффективно помещать в очередь к загрузке, чтобы программа DeepMeta смогла загрузить их на сервере Getty. Также здесь есть некоторые финансовые разделы. Это список всех отчетов о роялти, которые мы скачали. Затем список индивидуальных продаж и всех загруженных отчетов о роялти, где вы можете получить всю информацию о проценте роялти, которое вы получили, где была продана и т.д. Также есть очень полный раздел со статистикой, который мы не будем рассматривать сейчас, так как на эту тему мы снимем отдельное видео. Мы просто покажем статистику загрузки. Как вы понимаете, мы загрузили все портфолио в DeepMeta, и это означает, что теперь мы можем рассмотреть, например, некоторые детали. Это может быть креативный снимок, это может быть иллюстрация или видео, или это может быть редакционный снимок. Здесь мы видим, сколько из них у нас есть. Мы видим, что у нас есть 8 видеороликов, 1 редакционный снимок и 1388 креативных снимков. Мы видим, сколько активных, сколько должны быть подготовленных загрузки и т.д. Мы также можем видеть коллекции, в которых находятся снимки на веб-сайтах iStock и Getty. И мы также можем видеть, сколько из этих файлов активно работают в нашем портфолио. Есть много дополнительной информации, мы не будем вдаваться в это сейчас, но, по крайней мере, теперь вы знаете, что представляет собой страница статистики. Также есть раздел «История», который показывает список всех действий, которые произвела программа DeepMeta в фоновом режиме. Так что, если что-то произошло и вы не знаете, что случилось, вы всегда можете вернуться в раздел «Истории» и узнать причину. Прежде чем мы создадим новый батч и подготовим его к нашей первой загрузке, давайте быстро просмотрим различные кнопки, которые доступны в верхней части списка. Они очень похожи на другие разделы. Мы можем отфильтровать то, что показано в списке, различными способами. Например, здесь мы можем выбрать просмотр по типу батча, то есть видеоролик или иллюстрации, креативные снимки и т.д. Аналогичным образом мы можем выбрать только показ закрытых батчей, например. Как вы знаете, Getty Images автоматически закрывает батчи после определенного периода неактивности. Если вы создали новый батч и не видите его в списке, убедитесь, что все необходимые кнопки фильтра активны. На многих страницах программы DeepMeta есть возможность изменять размеры окон пользовательского интерфейса. И когда вы видите список, можете щелкнуть по заголовку, чтобы он отсортировал этот конкретный столбец. Или вы можете настроить столбцы, например, удалить некоторые столбцы или, наоборот, добавить новые столбцы. Обычно имеется довольно большой список потенциальных возможностей, чтобы мы могли иметь возможность добавить новую информацию здесь, в этом разделе. Мы можем это уменьшить и т.д. Каждый раз, когда мы выбираем батч, с правой стороны у нас есть предварительный просмотр, информация с разными кнопками, которые применимы к этому батчу. Мы также можем щелкнуть правой кнопкой мыши по самому списку для получения тех же или аналогичных опций. Панель предварительного просмотра также имеет ряд различных опций. Например, в этом батче вы также можете увидеть финансовую информацию, например, обзор продаж или возврат за загрузку. Или вы можете увидеть ваши последние продажи снимков, которые находятся в этом батче. Вы можете увидеть эту же информацию в графическом виде. Точно также это можно узнать и в разделе «Статистики». Поскольку у вас может быть несколько разных столбцов, будет полезно сохранить ряд различных настроек для столбцов. И для этого мы добавили три кнопки на сайте. Это первая страница столбцов. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы перейти на вторую или третью страницу столбцов. Каждую из этих страниц вы можете настроить самостоятельно и определить, какие столбцы должны быть показаны на какой странице. Мы создадим новый батч для файлов, которые мы собираемся загрузить. Нажмите кнопку, чтобы создать новый батч. Важно выбрать правильный тип батча, потому что все файлы в этом батче должны быть одного конкретного типа. Введите имя батча. Это только для вашей собственной ссылки. Вы можете ввести все, что поможет вам идентифицировать этот батч. Если вы оставите это поле пустым, тогда программа DeepMeta автоматически создаст имя для вас. При желании можно оставить примечания для инспектора. Вы можете добавить их здесь. Но обычно вы оставляете это поле пустым. Код брифинга обычно также не используется, если вы не отправляете эти файлы как часть брифинга. Если мы перейдем на сайт авторов Getty Images, а затем пройдем в раздел «Брифинг», просто выберите один из последних, и вы увидите, что у каждого брифинга есть свое описание, текст, описывающий типы снимков, которые здесь должны быть, и есть код брифинга, номер. Если вы отправляете эти файлы как часть брифинга, тогда вы копируете и вставляете это число внутри поля для ввода кода брифинга. Обычно это не нужно, и вы можете оставить это поле пустым. Нажмите «Ок» для подтверждения. Теперь, когда мы создали батч, мы можем увидеть его в списке здесь со статусом «К загрузке». И это означает, что пакет пока только находится локально в программе DeepMeta, он еще не был загружен или создан на сервере Getty. Если вы не видите его, проверьте кнопки фильтра вверху. Некоторые могут быть отключены, и таким образом ваш новый батч может быть скрыт. Мы видим, что в нем пока нет файлов. Дважды щелкните по нему. Теперь мы в разделе «Файлы» видим, что было добавлено название «Активный батч». К тому батчу, который мы только что создали, это список всех батчей, и «Активный батч» означает, что любые файлы, добавленные сейчас в DeepMeta, войдут именно в этот батч. Чтобы добавить новые файлы, нажмите на большую кнопку «плюс». Мы добавим несколько аналогичных файлов. Когда файлы будут импортированы в DeepMeta, вы увидите, что метаданные IPTC, которые присутствовали в файлах JPEG, ключевые слова и заголовок были также импортированы, поэтому вам больше не нужно их вводить. Мы видим, что здесь у нас две ошибки, но на самом деле все не так плохо, как кажется. Это просто означает, что нужно выполнить еще две вещи, прежде чем файл будет готов к загрузке. Это поля, которые необходимо заполнить. Поэтому давайте сделаем двойной щелчок, чтобы раскрыть подробный экран. Как и в остальных разделах программы DeepMeta, вы можете настраивать панели, как вам нравится, и настроить все окно таким образом, чтобы было комфортно смотреть на ваш экран. Поскольку это окно вы будете использовать много раз, желательно настроить его так, чтобы вам было удобно. Эти настройки будут сохранены и после перезагрузки программы DeepMeta. Одно поле, которое нужно заполнить, вам на это укажет значок треугольника, это обязательное поле описания. Описание должно быть на английском языке. Дата создания была автоматически извлечена из файла JPEG. Поле «Страна» здесь все в порядке. Мы не будем номинировать файл на S+. Вы также можете ввести код брифинга на уровне отдельных снимков. Это обычно не требуется, поэтому мы оставляем поле пустым. Вы можете отметить любой из этих пунктов, если они применяются. Что касается ключевых слов, мы видим, что пять ключевых слов действительно были импортированы. В левой части находятся принятые ключевые слова, которые присутствуют в словаре Getty. Такие слова, как «fun», «girls», «real life» и «real people» есть в словаре Getty, поэтому они допустимы. У нас есть четыре допустимых ключевых слова. Пятое – «outdoor» не приняли, но нам предлагают словосочетание «outdoors» во множественном числе, так что мы его выбираем и добавляем. Таким образом, появляется зеленая галочка. Минимум пять допустимых слов были добавлены в файл. Достаточно. Однако, чтобы ваш файл был легко найден клиентами, будет лучше, если вы добавите больше подходящих ключевых слов. Мы добавим несколько дополнительных слов через запятую. Нажмите Enter. И здесь мы видим, что слово Togetherness было принято в допустимых терминах словаря, поэтому оно было добавлено в список. Однако слово play нуждается в дальнейшей доработке, потому что play может означать театрализованное представление. Конечно же, это не наш случай. Мы имели в виду plane, поэтому мы уточняем это. Нам больше не нужна эта панель, так как ни одно из других предложенных вариантов нам больше не подходит, поэтому мы удалим ее. Это был первый способ добавления ключевых слов. Еще очень хороший способ – это добавить в поле ключевых слов наиболее важные ключевые слова. И вместо нажатия Enter, чтобы добавить их сразу, вы нажимаете значок лампочки. Это поможет найти рекомендованные ключевые слова, которые связаны со словами summer и activity. Это ключевые слова, которые другие пользователи использовали для своих снимков, похожие на подобные ключевые слова. И действительно, у нас есть отличное предложение. Summer подходит, people, happiness, enjoyment тоже, female, также cheerful. Не переусердствуйте, не добавляйте все, что не подходит к содержанию, потому что это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Когда вы закончите со списком, вы можете оставить его там или вы можете просто скрыть его, чтобы оно вам не мешало. Третье, что вы можете сделать – это оставить поле для ключевых слов пустым. Нажимайте на значок лампочки. Поскольку поле пустое, вместо него будет использоваться ваш заголовок. Давайте попробуем. Это также очень хороший способ, чтобы просто получить некоторое вдохновение. Просто введите свой заголовок, нажмите на значок лампочки, и вы увидите некоторые дополнительные предложения. В данном случае это Send, например, и может быть еще несколько других. Мы видим, что все галочки теперь зеленые, поэтому файл готов к отправке. Однако, поскольку есть два идентифицируемых человека на снимке, мы должны добавить разрешение для моделей. Мы нажимаем кнопку «Модель». В качестве разрешения для моделей могут быть файлы JPEG или файлы PDF. Мы добавляем два файла. И, как и любой другой список, вы можете отсортировать здесь любой столбец, который вам нравится. Здесь указано на ошибку, и это означает, что нам нужно выполнить еще некоторые действия для завершения этого этапа. Дважды щелкните по первому, и здесь мы видим, что действительно, несмотря на то, что дата рождения присутствует на самом документе разрешения для модели, мы все равно должны указать его отдельно. Это требование Getty, поэтому нам нужно это сделать. Пол не является обязательным, но мы заполняем его все равно. Вторая модель – все то же самое. Мы также добавим необязательный пункт «Пол». Мы видим, что теперь у нас появилась зеленая галочка, и к этому снимку добавлены два разрешения для моделей. Мы нажимаем «Ок» и видим, что статус «Снимка» теперь готов к загрузке. Конечно, на этом этапе мы могли бы дважды щелкнуть по каждому из других файлов и выполнить ту же самую работу, но есть способ намного проще. Поскольку все файлы в батче, как правило, связаны между собой, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по первому снимку, тому, который мы завершили. Затем нажмите «Копировать». После этого выберите другие файлы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить». Это дает нам возможность выбрать все поля, которые мы хотим скопировать в другие файлы. В этом случае это то, что мы хотим, поэтому нажимаем «Ок». Мы видим, что те же метаданные теперь также присутствуют и в других файлах, так что единственное, что осталось сделать, это просто быстро пройтись по ним и проверить, все ли они применяются. Две модели присутствуют на снимке, это добавлено и все остальное тоже. На этом снимке можно добавить еще и дополнительное ключевое слово «Jumping». Все идет по плану. У нас успешно создан батч, есть четыре файла, которые готовы к загрузке. Все файлы имеют разрешение для моделей. Предположим, например, что только одна из двух моделей присутствует на этом изображении. Тогда мы можем просто убрать любой из этих двух файлов, тот, который нам не нужен, и он не будет привязан к снимку. Такая опция есть, но здесь мы добавим галочку, поскольку обе модели присутствуют на снимке. Теперь мы готовы загрузить эти файлы. Поскольку DeepMeta хранит всю свою информацию локально, на данном этапе не обязательно загружать эти файлы сразу же. Вы можете продолжать создавать разные батчи и добавлять дополнительные снимки и так далее, и загрузить их позже. Это одно из главных преимуществ DeepMeta, поскольку у нас есть вся информация, доступная локально. Вы можете подготовить все файлы. Вам не нужно дожидаться окончания загрузки, прежде чем добавлять метаданные. Вы можете все сами подготовить, и как только будете готовы загрузить, перейдите в раздел «Загрузка». Выберите четыре файла, которые вы хотите загрузить. В левом списке показаны новые файлы, в правом списке показана очередь загрузки DeepMeta. Переместите эти файлы в очередь загрузки. Это означает, что эти файлы будут загружены. Нажмите на кнопку «Начать загрузку», и, в принципе, вы можете выйти отдохнуть, выпить чашку кофе, так как на этом этапе больше ничего не нужно делать. DeepMeta просто завершит загрузку всех файлов. С вашей стороны не нужен никакой присмотр. Внизу вы видите историю загрузки в процессе заполнения. И это означает, что если будут обнаружены определенные ошибки или проблемы, когда вы вернетесь, сможете проверить и увидеть, что именно пошло не так. Если файл не был загружен по какой-либо причине, тогда он появится снова в новом списке слева. Теперь пусть процесс загрузки завершится. Файлы загружаются, после чего файлы отправлены. Вот и все. Все готово. Теперь вернемся к файлам. Мы видим, что они были отправлены. И на этом этапе нужно подождать, чтобы файлы были проверены. Если мы перейдем к разделу «Синхронизация», мы видим в первой панели, что эти четыре файла были отправлены и готовы к проверке. Мы также видим, что есть два файла для разрешения моделей. Будем надеяться, что все они будут приняты. В завершении этого видеоролика мы покажем вам, как добавлять видео или иллюстрацию в DeepMeta. Все почти то же самое, что мы делали до этого при добавлении файла JPEG. Но есть некоторые моменты, которые нужно знать. Мы создаем новый видеобатч. И на этот раз мы разрешаем DeepMeta самостоятельно выбрать имя. Это видеобатч. Мы дважды щелкаем по нему для отображения файлов внутри. Здесь все пусто. Чтобы добавить видеофайл, можем нажать на кнопку «плюс». Кроме того, мы можем просто перетащить файл в DeepMeta из File Explorer. Это тоже самое. Он добавит файл в текущий активный батч, то есть видеобатч в нашем случае. Теперь у нас есть видео, которое содержит все метаданные внутри файла. DeepMeta все это добавляет. Поэтому, если мы посмотрим на файл, вы увидите много информации. Мы можем это увеличить. Хорошо бы проверить, поддерживается ли видеокодек и ряд других вещей, как длина видеоролика и т.д. Видим, что в программе DeepMeta удалось извлечь ключевые слова и заголовок из метаданных видео. Теперь дважды щелкаем по файлу и видим почти ту же самую панель, которая у нас была и раньше при добавлении снимка в формате JPEG. За исключением одной вещи, вот этого ползунка здесь. Видео состоит из множества кадров, и один кадр может быть более репрезентативен, чем другой. Важно выбрать наиболее подходящий кадр, который вы захотите сделать рамкой для вашего видео, для показанной страницы подробных сведений о вашем видео, что также выделит ваше видео среди других и сделает его более интересным для потенциальных покупателей. Для остальных пунктов все то же самое, что и для обычного снимка в формате JPEG. Давайте теперь создадим бач иллюстрацию. Иллюстрация может быть или векторной, или это может быть файл JPEG. Если это JPEG, конечно, вы просто добавляете его. Но если это векторная иллюстрация, это EPS файл, сопровождающий его JPEG файлом, который является уменьшенным изображением файла EPS. В этом случае у нас есть один файл EPS и его уменьшенное изображение, и есть второй файл EPS и его уменьшенное изображение, и мы можем выбрать их все. А DeepMeta автоматически импортирует их и распознает, какое изображение JPEG идет вместе с какой иллюстрацией. Поэтому названия файлов должны быть идентичными, только расширение должно быть разным. В остальном все точно так же, как и для обычных снимков. Как видите, ключевые слова импортируются, названия, описания и т.д. Это был краткий обзор функциональности программы DeepMeta. Подпишитесь на этот канал и посетите наш веб-сайт. Спасибо!